Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 1 по 7 мая. В начале мая цельцы продолжают отмечать дни рождения, принимать поздравления и подарки. Задумываясь, что преподнести представителю земной стихии, помните, что главная черта их характера – практичность. Продолжит знакомить с этим знаком зодиака астролог Янина Балашова. Телец. Тельцом управляет Венера, земная планета, отвечающая за материальные блага. Символом этой планеты является одинокий бык. Представители этого знака зодиака в детстве живут счастливо, спокойно и мирно. У тельцов хорошее отношение с матерью. Им достается ласковая и любящая мама. Это люди, которые сами умеют заботиться. Они испытывают заботу в детстве и могут ее передать другим. Женщины-тельцы – прекрасные хозяйки. Хорошо готовят, заботятся о детях, о своей семье. Они гурманы, любят разнообразную еду. У них тонкий кулинарный вкус. Но при этом они упускают чувство стиля в одежде. Что же касается мужчин, они несколько женоподобные. Но это только несколько. Если разозлить быка, то он станет опасным и мало никому не покажется. Благодаря удачному расположению Солнца и Марса в мае овны будут в хорошей физической форме. Больше двигайтесь, гуляйте и даже работайте на свежем воздухе. Тельцы на этой неделе преодолеют любые преграды. Ну а ваше обаяние поможет получить весьма приятные сюрпризы в личной жизни. Хорошо сложатся новые романтические знакомства и случайные встречи со старыми знакомыми. Близнецам в эти дни не стоит слишком доверять тому, что будут говорить и обещать окружающие. В выходные будьте щедрыми и поделитесь с близкими своими знаниями, дружелюбием и хорошим настроением. Взамен вы тоже получите поддержку, благодарность и искреннюю любовь. Ураков это весьма продуктивная неделя, ведь к вашей неиссякаемой энергии добавятся еще удачные стечения обстоятельств и поддержка со стороны. Если у вас возникнут сомнения, то обсудите их со своими близкими. В настоящее время они лучшие советчики. С их помощью вы избавитесь от иллюзий и поймете, какие из ваших идей бесперспективны, а над какими стоит поработать. Львы вступят в довольно благоприятный период, когда можно будет добиться определенных успехов во многих сферах жизни. Поэтому поспешите наметить на май важные мероприятия. У ДЕВ в ближайшие 7 дней обстоятельства начнут складываться в их пользу, а значит, ни дома, ни на работе никаких проблем не предвидится. Вам только и остается, что радоваться успехам и получать благодарность, похвалу и комплименты от окружающих вас людей. Весам, прежде чем рассказывать о своих проблемах или успехах людям, в которых вы до конца не уверены, следует подумать, действительно ли вам надо это делать. Звезды советуют молчание в эти дни для вас золото, взвешенные действия и осторожность – еще один подходящий для вас девиз на этой неделе. В первые майские дни общение с скорпионом не всегда будет доставлять радость, поскольку довольно часто начнут проявляться несдержанность и критика. А еще вам не стоит принимать заманчивых предложений. Главное, что должны будут делать в эти дни стрельцы, так это поменьше работать. И в первую очередь не берите на себя чужие проблемы. Полезным будет заняться своим здоровьем. Правильное питание, витамины, физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе подарят бодрость и заряд энергии для будущих свершений. Первая неделя мая подарит Козерогам много новых впечатлений и положительных эмоций. Звезды советуют посещать как можно больше интересных мероприятий и общаться с друзьями. Водолеям звезды советуют, если в первых числах мая вы будете ответственны и пунктуальны, можете рассчитывать на повышение, увеличение зарплаты или премию. Для рыб наступает благоприятный момент для обустройства дома. Только не тратьте много денег. Крупные покупки совершайте во второй декаде месяца. Из-за ретроградности Меркурия первая половина мая неблагоприятна для знакомств. Свободным рыбам не стоит тратить время и силы на поиски принца или принцессы. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!